Не жалеть себя — это доверять Богу. Это не безумное такое состояние, где человек, знаете, безрассудно делает то, что ему не надо и что ему непосильно. А когда человек действительно находит возможность служить Богу, когда человек ищет волю Божию и находит эту волю Божию через послушание, через благословение, через обстоятельства, тогда человек должен доверять Богу и верить в то, что Бог ему поможет в его начинаниях, в его каких-то планах, если они богоугодны. А когда человек говорит, а как я это сделаю? А у меня сил не хватит, а у меня это не получится, я привык по-другому жить, понимаете? И вот это уже жаление себя, вот такое греховное жаление себя, оно, как бы сказать, закрывает от человека Бога. И он, конечно же, не способен нести свой крест, не способен сделать то, что ему нужно сделать для его спасения. Он не развивается духовно. И когда человек, замыкаясь в себе, вот и живет, как бы вот как в консервной банке, да, то проходит жизнь, а душа не развилась. В душе нету опыта помощи Божией, нету опыта любви Божией. Он не познал Бога, он не соединился с Богом. Душа его, у него нет опыта победы над грехом. И как она будет в вечности? Она будет в вечности тоже вот в каком-то таком, понимаете, зародышевом состоянии и в темноте своих каких-то грехов. Искать свою меру – это творческий такой процесс. Человек должен понимать, что тот же пост, например, человек может, ну, ничего не есть. Ну, сколько он продержится, понимаете? Во-первых, он ослабеет, он станет раздражительным. И от этого будет страдать его ближнее. И этот пост будет только во вред. Поэтому определить меру, определить то, что действительно нужно тебе сегодня, да, для твоего развития, для того, чтобы помочь своим ближним, и определить то, что действительно тебе не надо – вот это вот действительно очень важно для человека момент, понимаете? Во всем. Человек должен пройти свой путь. Этот путь узкий, но это путь вечность. Этот путь может быть только за Христом. Мы, конечно, на этом пути отклоняемся. Хорошо, если мы увидели, что отклонились, почувствовали не туда, Господи, прости, пришли на исповедь, сказали, вот здесь я погорячился, вот здесь я, понимаете, не то сказал. А когда человек настаивает на своем – ага, я прав, вы все не правы, я пошел. Ну, бывает, знаете, очень далеко уходит человек, а потом нужны годы, чтобы человек возвратился, понимаете, к тому месту, где он свернулся с этого пути. Это годы бывают. А бывает, человек не возвращается. Он говорит, я уже простить не могу, я уже смириться с этим не могу, я уже погиб. Моя душа погиб. Человек сам говорит, что я уже нет... Он не верит, что Бог ему может помочь. В принципе, Бог может помочь человеку в любом ситуации. То есть у Бога нету тупиков, у Бога нету каких-то, понимаете, обстоятельств, в которых он был бы бессилен. Бог – это путь. Я есть путь, я есть истина. Но теряя Бога, мы заблуждаемся, мы блудим, блуд вот от этого. И мы не ведаем, что творим. А придя в себя, мы говорим, Господи, прости. И как раз церковь, вот как раз и есть, то место, где мы опять же примиряемся с Богом, опять же мы возвращаемся, как блудные дети, к Отцу Небесному и снова продолжаем жить. Снова идем в бой за свое сердце, за свой ум, за наших близких.